Привет! Сегодня предлагаю испечь со мной вкусные булочки с изюмом. Они получаются нежными, ароматными. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные и интересные рецепты. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить! В миску вливаем теплое молоко, добавляем сухие дрожжи, 4 грамма сахара. Все хорошо перемешиваем. Если вы не уверены в своих дрожжах, то накройте их и дайте постоять 10 минут. Если образовалась пелочка, то дрожжи активны. Добавляем соль, яйца, растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем. Просеиваем муку пшеничную. Добавляем постепенно. Все хорошо перемешиваем. Добавляем еще муку и перемешиваем. Замешиваем тесто. Руки смазываем растительным маслом. И вот такими движениями замешиваем наше тесто, чтобы оно получилось мягким, эластичным, однородным. Смазываем миску растительным маслом. Тесто скручиваем в комочек. Смотрите, какое оно получается. Нежное, мягкое, эластичное. Накрываем и ставим в теплое место на расстойку на 1 час, без сквозняков. Тесто должно подойти в 3 раза. Смотрите, как оно подошло. Такое воздушное. Но получается. Делаем посыпку и начинку. В миску высыпаем пшеничную муку, сахар, ванилин или ванильный сахар. По вашему усмотрению. Изюм. И все хорошо перемешиваем. Добавляем холодное сливочное масло. И соединяем. Вот такая посыпка у нас получается. Мы ее будем класть вовнутрь булочек, делая слоями. И посыпать сверху. Тесто перекладываем на стол. Руками формируем пласт. Посыпаем посыпкой половину этого пласта. Обильненько посыпайте. И накрываем. Немного раскатываем. И у нас образовался еще один пласт. Также посыпаем часть этого пласта и накрываем сверху. Таким образом у нас булочки будут слоями. Еще слегка раскатываем. Нож смазываем растительным маслом. И нарезаем тесто на части. Вот такое слоистое у нас оно получается. Смотрите. И формируем булочки. Соединяем два конца и сжимаем посерединке. Такие булочки у нас получатся. Перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. И сверху посыпаем посыпкой с изюмом. Накрываем и даем отдохнуть минут 20-30. Вот так вот они еще немножко подошли. И отправляем в разогретую духовку выпекаться. Смотрите, какие красивые, румяные булочки у нас получились. Очень красивые, ароматные, нежные, мягкие. Если вам понравился такой рецепт, делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч! Готовьте с любовью! Живите вкусно! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...